Вы, скорее всего, уже имеете представление, что такое клетки. И, наверное, знаете, что это своеобразные кирпичики, из которых состоят живые организмы. Вирусы, правда, состоят из ещё меньших кирпичиков, но мы с вами состоим из клеток, и большинство организмов, которые мы привыкли считать живыми, также состоят из клеток. Итак, клетка – это, можно сказать, наименьшая единица жизни. Например, человек состоит из десятков триллионов клеток. Сами по себе клетки очень-очень маленькие. Некоторые клетки имеют размер около одного микрометра. Микрометр – это одна миллионная метра или одна тысячная миллиметра. И вам может показаться, что нечто, имеющее такой крохотный размер, должно иметь очень простое строение. Но если вы думаете, что клетка устроена просто, то вы глубоко ошибаетесь. Например, вот иллюстрация делящейся клетки дрожжей. Вы видите, что от одной клетки отпочковывается другая, дочерняя клетка. И даже этот рисунок не даёт представления о том, насколько сложно в действительности устроены дрожжевые клетки. И не только они. В следующих видео мы с вами поговорим о различных видах клеток, о различных структурах, встречающихся в одних клетках, которых нет в других клетках. Здесь перед вами эукариотическая клетка, то есть клетка, имеющая ядро. Их мы тоже подробно рассмотрим в следующих видео. У каждой клетки есть мембрана, отделяющая её от окружающего мира. То, что я сейчас обвожу, это как раз мембрана. На иллюстрации изображено сечение клетки. Вы можете представить её в объёме. Это у нас клеточная мембрана. Можно сказать, что она определяет форму клетки. А всё, что находится внутри мембраны, называется цитоплазма. Иногда вы можете встретить термин цитозоль. Цитоплазма – это жидкость внутри клетки и всё, что в ней находится. А цитозолью называют саму внутриклеточную жидкость. Как я уже говорил, перед вами эукариотическая клетка. Её строение мы изучим в других видео. Но основной признак эукариотической клетки – это наличие покрытого мембрана ядра. То, что я сейчас обвожу, это и есть ядро. Ядро есть не у всех клеток. И я сейчас хочу подчеркнуть важный момент. В цитоплазму не входит содержимое ядра. У эукариотических клеток жидкое содержимое ядра называют нуклеоплазмой. Это мы тоже подробно изучим в других видео. Но что точно есть у всех клеток – это так называемые рибосомы. А вот эти маленькие красные точки – это и есть рибосомы. И тут вы можете предположить, что раз клетка маленькая, а рибосомы ещё меньше клетки, то уж они-то точно имеют достаточно простое строение. Но вы ошибаетесь. Рибосомы состоят из довольно сложных РНК и белковых структур, чья основная функция – синтез новых белков. Можно назвать их фабриками по производству белков в живых организмах. Они считывают генетическую информацию из молекул РНК и синтезируют по ней белки. Как видите, в клетке очень много рибосом. Они бывают разные. И об этом мы тоже поговорим в следующих видео. Кроме них, в большинстве клеток хранится, собственно, генетическая информация. И хранится она, как правило, в виде молекул РНК. Я говорю «как правило», потому что даже в нашем с вами теле есть, например, красные кровяные клетки, в которых нет РНК. И в некоторых других клетках тоже нет РНК. Но, как правило, чтобы клетка могла функционировать и размножаться, ей необходима генетическая информация, которая как раз и хранится в виде молекул РНК. Это верно как для эукариотических клеток, так и для прокариотических клеток. Прокариотические клетки – это клетки, в которых нет явного обособленного мембрана ядра и многих так называемых органелл – внутренних клеточных структур, о которых мы тоже обязательно поговорим. В прокариотической клетке молекулы РНК свободно плавают в цитоплазме, в то время как в эукариотической клетке РНК в основном находится внутри ядра и является частью нуклеоплазмы. На этом пока закончим. Последнее, что я хочу вам показать – это масштаб. Как я уже говорил, клетки очень маленькие. Для этого рисунка один микрометр будет равен примерно вот такому отрезку. И для сравнения можно взять, например, человеческий волос. У всех волосы разные. У кого-то более жесткие и толстые. Но в среднем толщина человеческого волоса составляет от 20 до 180 микрометров. Клетки дрожжей далеко не самые маленькие клетки, которые встречаются в природе. Но даже в этом случае можно выстроить цепочку из примерно 20 или 30 таких клеток. И они как раз будут соответствовать толщине человеческого волоса. Это удивительно, потому что такая крошечная вещь устроена очень сложно. И даже эта иллюстрация не дает полного представления об устройстве этой клетки. Здесь не видны многие структуры, формирующие клетку и помогающие перемещать по ней различные вещества. Итак, на этом пока остановимся. В следующих видео мы поговорим о том, что такое эукариотические клетки, что такое прокариотические клетки, как они передвигаются и как они сосуществуют друг с другом. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.